Такой могучий за 12 часов прогрев настроений у селюков о том, что надо снижать возраст мобилизации, да и вообще скоро придется женщин призывать. Правда, я не понимаю, каких, потому что те, кто остался сейчас, они уже не призывные, а те, кого можно, они уже на работах в борделях европейских. И сегодня я начну с того, что пока Соловьев заявляет, что россияне добровольно заключают контракты и стоят в чергах, чтобы и как-найшвидше отправиться на смерть. У нас народ добровольно идет в военкоматы, подписывают контракты, а там людей на улицах отлавливают и принадлежат мобилизацию. Кремль влаштовує неймовірної щедрости захоплюючий атракцион. И теперь по Росії гастролюют пересувные наметы, то есть так называемые пункты выбора на войну. Ну а місцевые чиновники с величезной радостью запрошивают граждан Федерации ставить убийцами. Ну вот я вышла на улицу, здесь у нас центральная... Сейчас подожди, Юр, я кружочек записываю. Здесь у нас вот сбоку вход, и у нас гости из Красноярска. Вот такой объект, такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Поэтому приглашаю всех, это интересно, это познавательно, это про то даже, чтобы научиться, например, плести сети. Я только что это попробовала. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие, оно для вас. И все б ничего, та вот только ось цей импровизованный пункт выбору на войну, або, как каже российская чиновница, крутий намет, не очень заценили самі россияни. Им, знаете, такая познавальна подорожь с квитком в один кінець, что с последним временем не подобается. У нас в башкирских селах и деревнях не осталось уже мужиков. Половина из них на СВО, половина на вахте, а часть пересажали после боймарских зомытий. Кто-нибудь знает, когда у нас закончится СВО? Или, может быть, кто-нибудь из вас знает, кто это может остановить? Может, повыливали и хватит? Мой троюродный брат сейчас на СВО. И тут на днях у него женился сын. Женился без него, потому что в отпуске его не отпускают. У меня бывший муж на СВО. Вы скажете, он же бывший, что ты за него переживаешь? А у нас сын, и ему 14 лет. Ему нужен отец. Живой. Понимаете? У меня два одногруппника на СВО. Я с ними жила в общаге 5 лет, и мы ели с одной сковороды. И они мне как родные. Но, конечно, про это рупори Путіна не скажут. У них традиционно все за планом. Бажаючих отправиться на войну хоть греблюгати, та и про втрати свои, начи води в рот набрали. Натомість, с блакитных экранов, россиянам промивают мізки неиснуючими успехами и победами. На мой взгляд, на мой взгляд, обстановка все-таки в Курской области складывается в нашу пользу, поскольку вот с точки зрения, опять-таки, даже стратегии, вот если размышлять, какие, собственно говоря, плюсы военно-политическому руководству в Киеве дает удержание вот этого участка территории, ну, не совсем понятно, скажем прямо так. И вполне возможно, вот вполне возможно, а точнее, я думаю, что так оно и будет, что все жертвы, потери в личном составе, боевой техники, вооружению военной, специальной техники для вооружённых сил Украины на этом направлении окажутся, в общем-то, совершенно безрезультатными, без всякого положительного исхода и приведёт только к общему упадку морально-психологического состояния личного состава вооружённых сил Украины. Вот мне кажется, что так и будет. Мне сейчас спрашивают, мои чтенцы, пригласили, а ты мне скажи реально, а у нас успех есть. Вы слушаете, друзья мои, ну, если даже вы не сидите в ленте новостей в телеграме и даже не смотрите телевизор по своей молодости, то вы всё равно от всех, наверное, слышали об успехах в Угледаре, об успехах под Покровском, об успехах сегодня по освобождению Курской области. Инициатива наша, должны знать все. То есть наши средства массовой информации, к сожалению, сегодня для многих, для молодежи это не доносится. Надо понимать, где они всю эту информацию берут. Конечно, это еще не все, потому что пропагандисты регулярно брешут и про международные события, або ж их отсутствие, как этого раза. Ну и снова таки, для того, чтобы переконывать всех, что мир втомился от войны и больше не хочет поддерживать Украину. Президент Соединенных Штатов Байден отказался от поездки в Германию, перенесли Рамштайн. Совершенно безрезультатно закончилась поездка президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы, его стремительная экспресс-торония. Оно говорит, что, в общем-то, какие-то процессы, какие-то процессы в плане приведения президента Украины к другой, скажем так, точке зрения, в общем-то, по всей видимости, идут. По всей видимости, идут. Такой вывод сделать можно. Вот исходя только из этих событий, которые произошли в последнее время. А еще кремлевские щуры щодня говорят про нас с вами. Конечно, спотворяючи факти и намагающись посеять панику и воружниче среди нас, украинцев. И тут, знаете, в хит идуть все наши внутренние чвари. Бо чем больше суперечек в украинцах, тем больше пишут в экстазе путинсти. Ось, примером, пропагандиста Гаспаряна чомусь дуже турбуют украинские женщины и уменьшение призывного века. И тоже у нас в Украине. Такой мощный за 12 часов прогрев настроения у селеков. О том, что надо снижать возраст мобилизации. Да и вообще скоро придется женщин призывать. Ну, правда, я не понимаю, каких. Потому что те, кто остался вот сейчас, они уже не призывные. А те, кого можно, они уже на работах в борделях европейских. Ну, вряд ли их оттуда передадут. Так сказать, на фортецию. Они там заняты важными большими делами. Ну, кстати, немцам очень выгодно. Штурмовую бригаду теперь можно не создавать. Для этого есть хуторянки. Как видите, когда у пропагандистов закинчиваются темы для обговорения, они ничем не гребают. И поширяют вот такую ахинею. Да и это еще не все. Бо чем дальше в лес, тем больше. То есть, чем глубже пропагандисты пирнают на дно, выгадывая абсурдные несенитницы про Украину и украинцев, тем больше никчемных заяв Луная в их студиях. Весы разоряют храмы в Курской области. Конкретно они выложили видео из суджа. Говорят, вот это наша комендатура, и мы берем храм под свою охрану. То есть, якобы, вот мы здесь пришли, и мы теперь храм охраняем. На самом деле это оккупация. На самом деле это захват. И они заходят в алтарь, выносят иконы, выносят Евангелие, выносят дарохранительницу. Записывают пропагандистский ролик, что все это передают на хранение. Хотя вот по всей стране, по всему приграничу, храмы сжигают, рушат. У них запрещено православие. Вот еще раз, это месть за крещение. Это месть беса, который выпрыгивает оттуда и приходит сюда отомстить за то, что русские приняли православие. Вот их духовные дедушки творили то же самое. Вот не зря все это называлось Украиной имени Ленина. Тож, звісно, не пройшли вони повзи мирного плану, который представил Володимир Зеленский. И вот тут, увага, теперь они хотят его, цитую, устранить. Нет, нет, не план Зеленского. Начать искать какой-то компромисс, а этот компромисс в том числе может предусматривать устранение Зеленского. Потому что могу сказать, что, знаете, здесь важны тоже символы. И вот, скажем, на что можно было бы в том числе, вот на нашей стороне, так сказать, одно, на их стороне другое. А что бы, например, скажем, можно было бы предложить России, я так вот прикидываю, просто как с технологической, циничной точки зрения со стороны Запада. Что бы можно было предложить России как символ того, что она, например, скажем, могла бы принять? Устранение Зеленского. Ну, я не имею даже физическое устранение, отстранение его от власти. Вы уж понимаете, что Зеленский, он стал таким символом всего этого. Я говорю, к сожалению, наше такое непонятное цацканье с этой фигуркой это позволило сделать, но это стало символом. Поэтому здесь на столе может быть все, что угодно. Все, что угодно, любой набор этих самых фигур, которые могут в каком-то размене участвовать. Вот, и может ли Запад пожертвовать Зеленским в какой-то момент? Я думаю, что может. Как раз Зеленским пожертвовать легче всего, если честно. Ну что, про... ...к Верховной Раде представил свой потужный план. Пять пунктов. Обсудим это с Вадимом Мавой, журналистом, политологом телеграм-канала «Русский дневник». Вадим, рад приветствовать. Здравствуйте, Армен Сумбатович. Это взаимно. Ну что, я просто посмотрел этот план и пришел к выводу, что это ровно то, из-за чего началась СВО. Спустя без малого три года я не очень понимаю, зачем такой вот документ надо было оглашать. Потому что можно было вывести в принципе в одно предложение. Наш план потужный – это воевать до последнего украинца. Все. Раскланяться и уйти. Вы совершенно правы. Документ в его публичной части абсолютно пустой. План Зеленского сегодня не интересен вообще никому. На Западе его уже слышали, ответ он никакого не получил. В Москве уже Песков прокомментировал. Он сказал, ну это идея воевать до последнего украинца. You are welcome. Иди. Население Украины тоже неинтересно, что там происходит. Потому что параллельно с выступлением Зеленского на Майдане скачут представители погибших. И говорят о том, что на Покровском направлении бесследно исчезли целые бригады. Ну, бригады – это все-таки это ж не бутерброд с килькой. Это достаточно людей. А кому тогда это все адресовывается? В Верховной Раде, которой никто и звать никак? Нет, это адресовано, на мой взгляд, опять-таки. Это адресовано украинскому политику. Если Зеленский в этой ситуации продемонстрирует хоть йоту сомнение, хоть какое-то колебание, хоть какую-то готовность к компромиссу, что произойдет дальше с Зеленским. А дальше найдутся люди, которые его тем или иным образом убьют. Знаете, я отслухаю все це і лише можу додати нікчемні пики, нікчемні заяви. Що тут ще сказати? Тож на цьому сьогодні ставлю крапку. Только не забувайте, підтримуйте, будь ласка, наші Сили оборони та донатьте на потреби Збройних сил України. Ну, і з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі. Дякую за перегляд!